МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это программа «Днями». Я Ирина Акулович. Сегодня в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Тренируемся, как бы укрепляем себя и будем готовиться дальше. Люди года Могилевщины. Чтобы изменить жизнь к лучшему, начинают себя. Мы занимаемся этими вопросами, чтобы знали наши люди, чья была победа. Шестаки спасут люди – история. В Дребенской деревне создали аллею памяти. 56 больных из 100 людей, которые заболели, они живут 5 и более лет. Новый корпус онкологического диспансера откроется осенью. Мощность завода такая, что мы можем удовлетворить не только потребность рынка Беларуси, но и другие рынки. Завод полимерных труб два десятка лет работает с Нижним Новгородом. Сыровары есть еще на нашей земле. Слава Богу, эта традиция не теряется. Славгородские хозяйские сыры – вкусная часть культурного наследия. Я люблю красиво так вот наляпать краски, чтобы цветовая завязка уже работала. Пускай зацветет сирень. Художники навстречу весне. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Люди, которые стремятся изменить мир и жизнь к лучшему и начинают прежде всего с себя, достойны уважения общества. Доску почета Могилевской области обновили в первый день мая. На нее занесены 24 успешные организации, 5 победителей национального конкурса «Лучший предприниматель» и 15 лауреатов специальной премии «Человек года». Эти люди – профессионалы, новаторы и трудяги, двигают вперед наш регион и страну. Про людей года расскажет Веста Смирнова. В списке лучших из лучших представителей разных профессий. Чтобы было понятно, лауреатов выбирали беспристрастно. Выбрать «Человека года» очень сложно. Учитывается работа не за какой-то определенный отрезок времени, а весь процесс от «а» до «я». Плюс, что очень важно, это достижения и результаты деятельности человека. А иначе быть не может, ведь «Человек года» – это, по сути, пример для коллег и окружающих. На некоторых лауреатов уже хотят быть похожими, как на Дарью Наумову. Именно эта девушка завоевала первую белорусскую медаль на Олимпиаде в Рио. И это особый повод для гордости. Сейчас в руках спортсменки новая награда. Но это не повод расслабляться, считает Дарья. Сейчас тренируемся, как бы укрепляем себя, лечим травмы и будем готовиться дальше. Дарья признается, рецепт успеха – просто надо много работать. Серебряная медаль – стимул тренироваться дальше, то есть идти вперед. Для спортсмена это победа, а для человека искусство – признание. Скульптор Андрей Воробьев известен своими креативными работами, а также городскими скульптурами. Теперь Могилев узнают не только по зданию ратуши, но и по львам, которые установлены на мосту имени Николая Яшина. Огромное бронзовое животное красуется в самых популярных социальных сетях. И, кстати, собирают множество лайков. Заусюду, я думал, что человек года, заслуженный некий человек, это заусюду директор завода, альбо партейный деевич, альбо некий офицейный человек, чиновник, может быть. Поэтому, конечно, приемно это у жногорода для усик, по-своему, людей, культуры, я думаю. На вручении одной из главных премий года председатель Могилевского облсполкома Владимир Доманевский отметил, что наш регион – это место, где людям живется спокойно и, самое главное, безопасно. Так и есть. Например, дороги Могилевщины – одни из самых безопасных в Беларуси. Сократилась аварийность, уменьшилось число погибших и пострадавших в ДТП. Программы «Минус 100» и «Взаимопонимание» дали реальные результаты по профилактике травматизма на дороге. Я горжусь тем, что моя работа приносит пользу в обществе. А самое главное – это то, что мы сохраняем жизни, жизни людей. Это самое главное в нашей жизни. «Человек года» – это человек, который любит работать. Так лауреатом стал Николай Белокурский, тракторист-машинист из Кировского района и оператор машинного доения Жанна Пудякова из Круглянского района. Эти люди достойны высокой оценки. Но не стоит забывать, что не только от них зависит благополучие региона и конкурентоспособность страны, а от каждого из нас. И чем больше таких трудолюбивых людей, тем сильнее и богаче будет Беларусь. Сегодня в студию программы «Днями» мы пригласили одного из лауреатов специальной премии Могилевского облсполкома «Человек года». Наш гость – главный врач Могилевского областного онкологического диспансера Антон Лысов. Здравствуйте, Антон Иванович. Здравствуйте. Ну, занеси не на доску почета. Надо спросить, что чувствуете. Обычно все говорят, что это не моя заслуга, заслуга коллектива. Да? Так? Ну, в общем-то, это так, конечно. Единственное, что я скажу, что человек, когда как-то отмечен, он должен еще, наверное, больше работать, больше чувства ответственности, потому как много у нас всяческих еще дел предстоит сделать. А на ближайшее время всяческих дел. Но вот сейчас новый операционный блок, да? Вот скажите, он прежде всего для чего нужен? Это новые технологии или просто больше операций, больше мест? Нет, это не только больше операций и больше мест. Это само собой. Где-то мы же делаем около 4,5 тысяч операций в год у нас делается. Но на сегодняшний день уже, будем говорить, хирург и скальпель – это не совсем правильно. Это вчерашний день. А сегодня оборудование плюс умение и грамотность персонала – вот это дает возможность двигаться дальше. Сегодня все чаще выявляются опухоли злокачественные в ранней стадии, когда можно делать не такие огромные операции, какими мы занимались 10-15 лет тому назад, а эндо-видеоассистированные операции. И вот ввод нового операционного блока способствует, потому как планируется закупка такого оборудования. Наши уже специалисты готовятся к этому. Обучаются, да? Обучаются, конечно. Многие уже обучились, многие обучаются, проходят обучение, и совершенно иные подходы уже будут, понимаете? В Могилевской области много ли сегодня онкобольных? В Могилевской области у нас есть так называемый канцер-регистр, где регистрируются все пациенты злокачественного образования. На учете у нас стоит более 33 тысяч пациентов уже. Такая цифра достаточно серьезная. Это достаточно серьезная цифра, которая говорит о том, что болезней не становится меньше. На врачи говорят, что рак – это не приговор, да? Но очень мало случаев таких вот исцеления, забыть, жить дальше. Почему так? Я не могу с вами согласиться, что очень мало случаев. Статистика говорит, что это не совсем так. 56% с лишним, то есть 56 больных из 100 людей, которые заболели, они живут 5 и более лет. С этого года, уже с прошлого года начались так называемые скрининговые программы. Эта программа направлена на выявление злокачественных новообразований, которые еще не проявляются ничем. Это рак предстательной железы. Его много мужчин, да. Это, будем говорить, колоректальный рак, который сейчас прогрессирует по тому, как 30% болезней злокачественных от нашей еды и от нашей, будем говорить, образа жизни и от курения в том числе, понимаете ли. Едим химию, курим, не двигаемся. Получаем болезни. Вы знаете, вы работаете в такой, на мой взгляд, сложной области, постоянно встречаетесь с людьми, которым нужно преодолеть тяжелые болезни. Любите ли вы свою работу и за что? Это очень такой интересный вопрос. Вы знаете, когда в детский сад приходят дети, они приносят воспитателям много радости. Да. Да. Они приносят много улыбок, много открытий. Вам приходится встречаться с людьми, которыми сложно. Чаще всего люди заходят в кабинеты. И первое, что они вздыхают, второе, это они плачут. То есть, редко заходят люди, которые улыбаются или приходят по какому-то другому поводу. Однако, я вам должен сказать, что жизнь любого человека начинается с мечты. Правда. Точно так и я не исключение. Еще очень давно, учащись в медицинском институте, мне почему-то вот мне хотелось делать операции на пищеводе. Да, это пот и кровь. Это очень тяжелая хирургия. Но, тем не менее, мне это нравилось. Тем не менее, хотелось помочь пациентам, хотелось помочь людям. Ну, вот так и получилось. Поэтому, наверное, зато я люблю эту профессию. Уже много лет в ней работаю. Вот и все. Я желаю успехов вам и вашему коллективу. Все равно, чтобы поменьше болели. Спасибо. И вам здоровья. Спасибо. Днями прошло 15-е заседание Совета делового сотрудничества Беларуси и Нижегородской области России. Провели его вице-премьер нашей страны Владимир Семашко и губернатор российского региона Валерий Шанцев. Успешные примеры сотрудничества с Нижегородской областью есть, в том числе и частных предприятий. Пример – Могилевский завод полимерных труб. На заседании за вклад в расширение сотрудничества его деятельность отмечена благодарностью. С подробностями Олеся Рыбалка. С Нижегородской областью завод полимерных труб сотрудничает практически столько же, сколько и существует – 20 лет. Там закупает сырье, стальную трубу, потом российскому потребителю отгружает готовую продукцию. В Нижнем Новгороде успешно работает представительство завода. Сложились тесные доверительные связи. Их скорее устраивает наше честное отношение к нашей продукции. Мы всегда открыты к диалогу. Качество продукции на достаточно высоком уровне. Сотрудничество заметили и оценили. На прошедшем совете завод полимерных труб стал единственным награжденным предприятием Могилевской области. То, что было вручение нам, это было для нас неожиданностью, конечно. Тем не менее, награда получена. Теперь, как и остальные, на всеобщем обозрении. Вот почетное место. О завоевании Нижегородского рынка, конечно, речь не идет. В прошлом году экспорт предприятия в российский регион составил около 840 тысяч долларов. Время показало – направление надежное и перспективное. Как, впрочем, для всей Могилевщины. В прошлом году Могилевская область наторговала с Нижегородской почти на 80 миллионов долларов. В межрегиональном сотрудничестве представлены, помимо завода полимерных труб, полтора десятка предприятий. Могилевский завод сегодня лидер отрасли в Беларуси. Но об этом здесь не любят говорить. Конкуренты не спят. Ставку делают на инновационный продукт. Например, освоили выпуск гибкой трубы. Собственная запатентованная разработка широко используется в ЖКХ. Весь ассортимент производят и для теплоэнергетики. Работают с любыми, даже самыми уникальными заказами, несмотря на размер и диаметр. Максимальный диаметр, который мы производим и готовы поставить для нужной энергетической отрасли Республики Беларусь, это 1400 миллиметров по стальной трубе в 1600-й оболочке. Это такие размеры, диаметр называется русский размер. С таким русским размером буквально на «ты» Вадим Олегнович. На заводе уже более 12 лет. Пришел водителем, теперь работает на высокотехнологичном оборудовании. Автоматическая установка плазменной резки металла смонтирована совсем недавно. Для таких диаметров более метра пока единственная в стране. Ответственно, но команда справляется. Каждый день какие-то нюансы проявляются. Надо методом проб и ошибок понять, как это все работает. И потом, в принципе, несложно. Если есть возможность работать на высокотехнологичном оборудовании, то почему бы и нет. Мощности предприятия куда больше, чем объем выпускаемой сегодня продукции. Потому поиск новых рынков сбыта – задача номер один. К Нижнему Новгороду уже присоединились Калининград, Брянск, Белгород. Есть поставки в Москву и Санкт-Петербург. У нас большой запас по расширению, по мощности, расширение по ассортименту. Мы развиваемся и хотим развиваться дальше. Российское направление не единственное. Теплотрассы с белорусскими трубами есть уже в Украине, Казахстане. Не спеша, но уверенно завод начинает работу и по сертификации продукции на европейский рынок. В начале мая журналисты отмечают свои профессиональные праздники. Вслед за газетчиками 7 мая принимают поздравления и работники радио и телевидения. И, как всегда, среди коллег оживают дискуссии об объективности и собственной точке зрения. Федрико Феллини, итальянский кинорежиссер, считал, что жизнь – это смесь магии и макарон, фантазии и реальности. И что ничего большого в мире не было достигнуто без страсти. По его мнению, режиссер – это Колумб. Он хочет открыть Америку, а вся команда хочет домой. Конечно, телевидение – не кино. Но, может быть, только от счастья. Но все же мы признаем правоту Феллини, который сказал. Счастье состоит в том, чтобы всегда говорить правду, не причиняя никому боли. Шестаки борются за свое выживание среди всеобщей урбанизации. В небольшой деревеньке на Дребенщине осталось полтора десятка местных жителей. Зато дачников, которые живут здесь от ранней весны до поздней осени, все больше. Наверное, именно дачники, а в большинстве своем это дети и внуки шестаковских старожилов спасут деревню. А еще, говорят, спасет память. Здесь заложили аллею памяти героев Великой Отечественной войны и готовятся сделать музей истории шестаков в фотографиях. Староста деревни Нина Сильченко считает, что такие планы энергичным сельчанам по плечу. Сейчас мы находимся, можно сказать, на святом месте. Здесь посажены дубки каждому погибшему воину, которые не вернулись с войны. В центре деревни Шестаки посадили 82 дуба. Именно столько шестаковцев не вернулись с фронтов Второй мировой войны. Мое мнение, что в наше время стали уже забывать то, что было, то, что пережили наши люди. И наши уже правнуки, по-моему, и не будут знать, если это сейчас не вписать в историю. Аллею памяти сделали с помощью властей, но по своей инициативе и за свои средства. Когда мы начали возобновлять историю наших предков, мы собирали деньги на эти памятные знаки. И вы знаете, к кому мы не обратились, нам никто не отказал. А мы обращались даже к тем, кто выбыл из шестаков давным-давно, но родом отсюда. И люди давали деньги. Нина Сильченко, как староста деревни, заняла первое место в соревновании среди органов местного самоуправления за 2016 год. Она, уроженка Шестаков, работала финансистом в Могилеве, после выхода на пенсию вернулась в родные места. Планировала, что ненадолго, но оказалось, уже прошло 13 лет. Мы хотим восстановить деревню в фотографиях, поэтому мы собираем фотографии. Люди с разных уголков присылают фотографии из личных архивов. А вот свадьбу, как раньше делали. Видите, вот это председатель сельского совета, вот это мой брат двоюродный там в сельском совете работал. Где же невеста? Вот невеста, а это подружки, а жених снимал. Да, в шестаках, известных еще с первой половины 19 века, осталось немного постоянных жителей. Вот и девушка сейчас стоят, и это называлось китайский похелок. Ого, даже китайский? Китайский цвет, а то, что я китайский. Вот представляете, вот от того конца и вон до того конца у нас было 80 с лишним детей. А что сейчас? Сейчас ты да я, да мы с тобой остались в серединке, и все. Но летом здесь много детей. В шестаки приезжает больше сотни дачников и их гостей. Природа тут красивая, неплохо бы в шестаках дачу иметь. И вот как раз таки много могилевчан сюда приезжают летом. Причем так здесь повелось, что дачники заботятся не только о красивых подворьях. Кроме огородничества они закупают на сезон птицу и кроликов и держат небольшое домашнее хозяйство. Без счастья? Ну, я думаю, много не надо. Вот как у меня маленькое хозяйство, природа, и живи с удовольствием все. Коренные шестаковцы к дачникам относятся как к своим людям. Мне кажется, все хорошие. Ну, правда. И с кем, кто не убатишь, поздоровкаешься, и постоять, и погамонюсь, и гулять к нам приходишь. И еще дачники не просто гости, они участвуют в жизни деревни. Посмотрите, возвели памятники. Я считаю, что это героический поступок нашего старосты. Она нас вдохновила, она нас всех на это дело сподвигла. И с помощью всех людей у нас теперь такая красота. Аллея, музей, хозяйство. Сельчане еще просят местной власти открыть дорогу, которая сделала бы деревню ближе к областному центру еще на десяток километров. В общем, все средства хороши, чтобы шестаки выжили. И память о шестаковцах сохранилась для истории. В Славгородском районе возрождают традиции домашнего сыроварения. Местный здоровый и вкусный продукт должен стать гастрономической частью туристического маршрута вместе с уникальной голубой крыницей и памятником церкви в деревне Лесная. Итак, от рикоты по-славгородски до козьего маскарпона. Более полусотни видов сыров делает сегодня 15 местных энтузиастов. Узнать рецепты приготовления можно было на фестивале «Хозяйский сыр», который днями с успехом прошел в Славгороде. Мы людям давали займы на коров, и у нас получилось хорошее стадо коров, а молоко реализовать негде. Пришла такая идея – давайте варить сыры. Вот так шесть лет назад возникла идея возрождения традиции сыроварения. Но первые сыры помогали варить заморские мастера на свой манер. А потом в Славгороде вспомнили, как готовили сыры предки. Например, Татьяна Гурина делает сырницу и сырные лепешки по бабушкиному рецепту. А Владислав Болонюк – родом из Сухуми. Он готовит целугуни по абхазскому рецепту. Сам делает закваску, высушивает, солит, вымачивает свиной желудок и настаивает на нем сыворотку. Подогревается молоко до определенной температуры. Потом заливается туда сыворотка, и она густеет, и получается молодой сыр. Все просто и вкусно. Но попробовать и купить это можно лишь в Славгороде, в сырной лавке. Цена договорная – от 5 рублей за килограмм и выше. Дегустация и покупка возможны во время экскурсии в агроусадьбы, где варят сыры. Но самый большой ассортимент, конечно, на фестивале «Хозяйский сыр», который проходит в Славгороде уже в шестой раз. Мы сегодня начинаем развитие нашего Славгородского района, именно туристического Славгородского района, с проведения вот этих ярмарок, с проведения действительно вот этого шестого господарчего сыра, который сегодня проходит в городе Славгород. Приехав в этот район и поучаствовав в таком мероприятии, как сегодняшний фестиваль, я думаю, туризм будет в районе и дальше развиваться. В ближайших планах создание центра домашнего сыроварения в Славгороде, а накануне кулинарного праздника состоялась туристическая ярмарка, в которой приняли участие туроператоры из Белоруссии, России и Польши. Для них провели экскурсию по интересным местам района. Гостей впечатлили и голубая граница, к которой сейчас строится мост, деревня лесная, замковая гора, да и просто славгородские виды на СОЖ. Возможно, скоро на них приедут любоваться туристы не только из Могилевщины. А теперь о пище духовной. Сразу две художественные выставки днями открыты для публики в Могилеве. Музей имени Павла Масленникова свои европейские впечатления представил Игорь Адамович. Кстати, именно его работу отметил когда-то Владимир Спиваков, будучи с концертом в Могилеве. А вторая выставка – молодого художника Евгения Зайцева. И это дебют выпускника МГУ имени Кулешова. Что их объединяет? Наш корреспондент Елена Борисова решила, что это экспрессия в творчестве и добрый взгляд на мир. Игорь Адамович с чирым размахом запросил своих прихильников на шпатер по старой доброй Европе. Докладней по своих отчуваниях и вспоминах. И вот этот восторг, по большому счету, он здесь вот и выражается. Германия, Италия, Франция, Чехия. Полторы месяца, как проникнуться невеличкими городами Бавары до славутостями столиц. Фотографии все привозят, это слишком просто. А привести воспоминания и попробовать передать их на бумаге, на холсте. И причем, что не просто передать линиями, это же тоже атмосфера, настроение, цвета. Алядор – это не большая радость. Знов у мастерни пересенсовать уражение до открытия по экспрессию колеру, до энергии такой формы. Конечно, отвлекаешься на подбор цвета, пытаться удержать колорит, но тем не менее, все равно, это было ощущение, я опять ходил по этим улицам. И это уже субъективное отчувание, взломное геометри фальхварков, таракота шерая монументальность, размытый настроем романтики, фантазийное буйство колеру, зачаровывают следачами навета выкликом реальности. И Канчаткова скарают, нестрачены с донностью мастака, дзялиться своим отчуванием радости. Человек просто летает, оно видно и по работам, легкие, воздушные, красивые. Я думаю, что зрители чувствуют эту энергетику, такие крылья за спиной. А у Городского выставочной зале премьера, альбо так бы мовець агледзины. Живопись и графика Евгена Зайцева, недаунега выпускникам и глюзках университету имя Куляшова. Але перше уражение от мощной экспрессии протесту духу выклику свету вось на гэтых полотнах меркуясь устречу при намці с самоветым творцем. Чем ярок? Ну, у него свой собственный взгляд на мир. Такой очень проникновенный, очень вдумчивый, очень благородный, так скажем. Вот посмотрите на бабушек на этих. Это же чудо. Ни чека на степле, навод по-юнацки квол и премьер, деликатно успремае гэткие оценки. Художники, я считаю, должны быть недовольны немножко тем, что делаю. Ну, чтобы стремиться делать лучше, правильно? Вот. А этим портретом я действительно доволен. Почему? Потому что я действительно видел, как этот человек живет. Фрагмент святомости и пошуку мастака и вось у гэткем боянстве фарвол, где кветки литерально струмятся весновым водорым безу и духмянных щодростью лета. И напоследок о большом весеннем празднике. 9 мая, День Победы. И здесь не нужно громких слов. В каждой семье есть своя военная история, которая трогает сердце. Есть родственники, которые защитили родную землю ценой своей жизни. И те, которые выжили в страшную оккупацию. И те, которые нашли друг друга в суровое время, растили детей и строили жизнь после войны. Все это наша история, и мы ее помним. Извлекаем из нее уроки. 9 мая отмечают везде в Беларуси. На Могилевщине будет большая программа. В Бобруйске пройдет театрализованный митинг на Площади Победы. А в Могилеве шествие парад, солдатская поляна, концертная программа. И все завершится салютом. С наступающим праздником! Берегите себя! Программа днями. До встречи в эфире.